Всем привет! Всем доброго времени суток, любители учеток и случайный зритель. Сегодня у нас на обзоре вот такие работы, необычные, интересные, сделаны в единственном экземпляре. Вот такие мозаики. Вот эти три работы сделаны из немецкого цветного эбонита. Их сделал мастер Валентин. Вот эти две работы сделал Женя Картавых. Итак, давайте посмотрим. Первая мозаика, мраморный цвет. В центре у нас идет советский эбонит. Черный, отличная комбинация. Смотрится очень интересно. Обратите внимание на геометрию этой работы. Также на полировку. Каждое звено горит. То же самое касается наконечников. В наконечнике вмонтированы пины. Валентин сделал это очень качественно, без всяких зазоров. Это одно целое с наконечниками. Если вы впервые на нашем канале и не знаете еще, что такое пины и зачем они нужны. То у меня есть отдельное видео на канале, где я рассказываю, как делаются пины, зачем они нужны и как мы дошли до того, что начали вставлять пины в четки. Поэтому, кому будет интересно, ссылочка в описании и в закрепленных комментариях. Переходите, смотрите, узнавайте что-то новое. А следующая работа у нас сделана из темно-синего цветного немецкого эбонита. Я очень люблю этот цвет, потому что, когда работа находится в теньку, в ней доминируют темные оттенки. Темно-темно-синий, вплоть до черного. Но, как только эта работа попадет на солнышко, она сразу преобразится, наберет краски, наберет красок и будет хорошо выделяться сам рисунок цветного эбонита. Я сейчас вставлю пару фотографий в это видео, где эта работа находится на солнышке. Итак, вот такая интересная комбинация. В центре у нас идет бильярдный шар Aramid Premier. Мне очень нравится эта комбинация, очень классно это все смотрится. Отличная геометрия, нигде ничего не торчит, не выпирает. Каждое звено горит. То же самое касается наконечников. Здесь тоже вмонтированы пины, одно целое с наконечниками. Здесь каждая работа скручивается чуть ли не в три раза. Следующая мозаика. Интересная комбинация. Наконечники сделаны из обычного советского эбонита черного. В центре у нас идет бильярдный шар Aramid Premier и по бокам цветной эбонит. Давайте посмотрим поближе немножко. Все эти работы я обязательно пофоткаю на солнышке. Они там совсем по-другому себя ведут. Фотографии эти будут в телеграм-канале. Заходите, смотрите. Плюс там есть в телеграм-канале и другие работы, в том числе и из цветного эбонита. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленных комментариях. В наконечниках тоже у нас стоят пины. Так, теперь перейдем к этой работе. Мы знаем, что есть человек, который печатает четки на 3D принтере. Потом их там шлифует, полирует. И делает он в том числе и вот такие вот работы четки соты. Мы их между собой называем. Но у Жени Картавых нету 3D принтера. У него есть золотые руки и голова, которая очень хорошо работает. И он смог сделать вручную вот такую работу. То есть, до Жени Картавых еще никто, никакой мастер не делал вот такую работу вручную полностью. Потому что здесь очень сложная форма звена. Очень сложная форма звена. И сделать их не так-то просто. Поэтому Женя один из первых, кто вручную сделал подобную модель. От А до Я. Работа эта сделана из обычного эбонита советского. И в центре у нас стоит арамид. Но не бильярдный шар арамид, а такой пруток. Арамид. Да, ребята. Арамид бывает и в прутках. Если кто не знал. Женя сделал здесь вот такие вставочки. Арамид, латунь, арамид. Плюс вот это тоже новая мулька. Вставил, сделал вставку в звено. Тоже раньше не встречал ничего подобного, чтобы вставку в само звено сделали. Ну, Жене этого всего показалось мало. Это сложная форма. Вот эти все вставочки. Так он туда еще и пины влепил. Ну, вообще красавчик. В общем работа очень тяжелая. Работы сюда вложено просто в вагон. Жене 100% огромный респект за такую сложную работу, за такую сложную геометрию. И, к слову, вроде бы так смотришь, но такая геометрия. Вот так вот они складываются ровненько. Ну, куда им гнуться, да? Вот куда им гнуться? А нет, ребята, смотрите. Скручивается она на ура. Ход всех работ я покажу в конце этого видео. Размер и вес тоже самое в конце этого видео. Следующая работа у нас мозаика из бивня мамонта. Приятно ее в руках держать. Прям вот после этих всех работ ее берешь в руки и прям понимаешь. Вот она вещь. Очень приятно держать. У нее тоже есть свой рисунок. Ну, вообще. У каждого звена свой рисунок. Понимаете? Тут ее можно часами рассматривать эту работу. И не нужно забывать, что материалу 10 тысяч лет. Очень приятно ее в руках держать. Очень приятно вообще. Увесистая. Вот такие работы, дорогие друзья. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно поставьте этому видео лайк. Напишите, пожалуйста, комментарий. Вам не тяжело, а нам приятно. Это нас мотивирует. Обязательно всем отвечу и буду очень-очень признателен, если вы напишите комментарий. Всем хороших четок. Всем хорошей жизни. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok